Ситуация с коронавирусной инфекцией в Хакасии по-прежнему не вызывает опасений. Подтвержденных случаев нет, но меры защиты все же решено усилить. Касается это всех учреждений и организаций. Так, Хакасский госуниверситет сегодня объявил о переводе образовательного процесса на дистанционный режим. Занятия будут проводиться через специальные образовательные системы, социальные сети и мобильную связь. Также сегодня стало известно о досрочном начале весенних каникул для школьников. В Абакане детей распустят с пятницы, то есть с 20 марта. Ученики Саиногорских школ и национальной гимназии имени Доможакова отдыхать начнут уже завтра. Уроки возобновятся 1 апреля и 30 марта соответственно. Что касается детских садов в Хакасии, то здесь образовательный процесс продолжается в штатном режиме с усилением мер профилактики. За ситуацией с коронавирусной инфекцией круглосуточно следят в Роспотребнадзоре и Минздраве Республики. Сегодня были озвучены новые данные. Главное, подтвержденных фактов вируса в Хакасии по-прежнему нет. Что касается карантина, то дома в условиях самоизоляции без симптомов болезни находятся 22 человека, прибывших из-за границы. Еще пятеро с симптомами ОРВИ помещены в инфекционную больницу в Абакане. Все взрослые. Сейчас медики готовят дополнительные места в реабилитационном центре имени Лебедя в Черногорске. Здесь в случае необходимости будут размещены пациенты, которые не смогут находиться на карантине дома, изолированы от родственников. Также в Минздраве отметили, регион обеспечен тест-системами для выявления вируса. Сначала анализ проводят на месте, затем обязательно для контроля материал отправляют в Новосибирск. Запас средств защиты от распространения инфекции и необходимой медтехники в больницах тоже сформирован в полном объеме. У нас аппаратов ИВЛ в республике интермониторировалось давно хватает. То есть они находятся у нас законсервированные. И то, что у нас сейчас есть, она достаточная. При возможности мы можем еще дополнительно 8 мест оборудовать в инфекционных отделениях аппаратами ИВЛ. Продолжение следует...